Поддержала законопроект, запрещающий носить одежду и головные уборы, скрывающие лицо. Нарушителям грозит штраф. Держать лицо закрытым в общественных местах неуважительно и несовместимо с культурой датского общества, заявил министр юстиции. Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент этой весной. Перед этим он будет обсуждаться в правозащитных организациях. Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии. Этой ночью в Москве от 14 до 16 градусов мороза Завтра днем до минус 10, местами пройдет небольшой снег. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Всем привет, меня зовут Майкл Наки, я проведу для вас этот эфир. Со мной в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напоминаю для всех, что у вас есть средства связи с нами. Это телефон для смс плюс семь, девять, восемь, пять, десять. Есть ли у нас средства связи с вами? Только отклики, которые нам будут приходить по этим смс-кам, по твиттер-аккаунту «Вызван» и в чате Ютуба, где уже идет трансляция на ютуб-канале «Эхо Москвы». И сразу перейдем тогда к нашей первой рубрике. Что, на ваш взгляд, было достойно внимания за последние семь дней? Продолжаем мы с вами отслеживать те опасности и те возможности, которые несет в себе предвыборный период. Опровергая то распространенное, но ни на чем не обоснованное мнение, что если выборы у нас являются предсказуемыми и, в общем, не то чтобы очень конкурентными, значит, и внимания обращать на них не надо. Внимания обращать на них даже чрезвычайно надо. И, в общем, жалко бывает смотреть, как люди тратят это драгоценное и редко повторяющееся время на то, чтобы со страстью достойно лучшего применения обсуждать какие-то поведения кандидатов или еще умнее их штабов, или тоже с каким-то ужасно большим этической какой-то нагрузкой гигантской думать, как им лучше лично поступить, пойти на выборы или не пойти. Если пойти, то за кого проголосовать и не испортить либо людей. Значит, что на самом деле заслуживает внимания в период выборов? Во-первых, это время, как мы с вами можем наблюдать, несет в себе многочисленные опасности благодаря тому, что или из-за того, что различным органам власти и правоохранительным органам необходимо в этот период особенно хорошо выглядеть перед своим руководством. Поэтому одни активно занимаются разоблачением всяких заговоров, преступлений, совершившихся или готовящихся, или, может быть, замышлявшихся, но никогда и не совершившихся. А другие, например, осуществляют всякие демонстративные посадки, которые должны по мысли организаторов как-то развлечь электорат и убедить его в том, что идет в стране активная борьба с коррупцией. С другой стороны, по этой же самой причине власти, в особенности власти местной, становятся уязвимы перед населением, поскольку им нужно его как-то скорее радовать, чем нежели огорчать и задобрить, не раздражать, по крайней мере. Не дай бог, если случится на местах какой-нибудь там всплеск народного возмущения. Это нехорошо. Это может потом нехорошо сказаться и на самих возмущающихся, но в первую очередь местные власти думают о себе, что вот они допустили, не предотвратили и не обеспечили той тишины и благостности, которую они призваны обеспечить. Поэтому такие разные, казалось бы, и мало чего между собой имеющие общего события, как приговор бывшему кировскому губернатору Никите Белых, который получил на прошлой неделе у нас 8 лет колонии. Строгого режима причем? Строгого режима, да. Что еще раз напомню, как мы, собственно говоря, и уже упоминали, говоря о чрезвычайно похожем приговоре бывшему министру экономического развития Уликаеву, является нижней планкой минимальной по тому обвинению, которое было предъявлено и в суде, как считает суд. Доказано. Значит, эти приговоры выглядят в глазах общественности какой-то такой часто избыточной жестокостью, но надо понимать, что, хотя причины, приведшие к тому, что там именно эти люди попали под раздачу, именно по такому сценарию пошел суд, и там судебное разбирательство, причины могут быть многочисленные, мы сейчас не будем в них разбираться. Но надо всегда иметь в виду следующий аспект. В глазах широкой общественности, в глазах широкой зрительской массы, вот этой вот смотрящей телевизор, телезрительской массы, да, не побоюсь этого слова массы, эти дела призваны продемонстрировать вот эту самую пресловутую решимость по борьбе с коррупцией. Суровость этих приговоров в некотором роде объясняется двумя факторами, которые, казалось бы, мало кто с ними связывает. Во-первых, это дело Сердюкова, а во-вторых, это активность Алексея Навального. Значит, почему? Дело Сердюкова запомнилось, судя по даже нашей несовершенной социологии, запомнилось людям, как вот такой пример постыдного выгораживания своих своими. Вот было громкое начало, был большой замах, а потом отмазали своих-то, потому что у них там все заодно, рука руку моет. Соответственно, после дела Сердюкова, сейчас мы не будем, опять же, поглубляться в подробности его отмазывания, почему это произошло, почему именно так. Там другие люди, пошедшие по этому делу и менее известные, благополучно получили свои сроки, а другие люди ничего не получили и вернулись даже к каким-то замечательным должностям в компаниях с государственным участием. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас исключительно о публичной репрезентации. После того, как это случилось, такое не должно было повториться. То есть это впечатление необходимо было обязательно как-то замазать. Мы никого тут не покрываем и никого не оправдываем. Мы со всей суровостью боремся с коррупционерами, взяточниками и прочими безобразными людьми. И второе, это, собственно говоря, Алексей Навальный. Я не хочу объявлять сейчас Улюкаева и Белых жертвами деятельности Фонда борьбы с коррупцией, но... Пока вы не сказали, я не задумался, что... Нет, мы этого не утверждаем ни в коем случае. Но развернутая широкая и чрезвычайно успешная кампания по, как это называется на официальном языке, созданию атмосферы нетерпимости по отношению к коррупционным преступлениям. Ну, слушайте, просмотры этих фильмов, которые делает ФБК, они действительно феноменальны. Это очень много человек, вывлечено во все это дело. Они действительно пошли в народ. Они такие создают эту самую атмосферу нетерпимости. До такой степени успешно, что власть не может на это не реагировать. Поэтому... Зачем я все это рассказываю? Для того, чтобы сказать, не снимайте фильмы. Вот вы фильмы снимали, а после этого там человека посадили, который неизвестно, виноват или не виноват. Фильмы снимать надо. Коррупция очень плохая штука. Но для того, чтобы понять причин происходящего, нужно иметь в виду и эту мотивацию тоже. То есть власть со своей стороны тоже должна показать какой-то фильм. Она не может снять такой красивый эффектный фильм, как, например, «Он вам не Димон». Но она может нам в новостях показать, так сказать, основанные на реальных событиях и происходящие в режиме реального времени преследования вот этих самых коррупционеров. Обратите внимание, что это не дела, например, о мошенничестве. Это дела о взятке такие вот очень показательные. То есть вот пальчики светятся, вот и всё. Ну, и всё на камеру. Всё видно очень, да. Как это, с труппой театральной в виде серьёзных людей с автоматами. И со съёмочной группой, чрезвычайно, кстати, там оказывающейся. Да. То есть это как раз такая история, которую легко продать телезрителю. Это не какая-то сложная схема. Там, создал какую-нибудь фирму для отмывки, там, чего-нибудь. А это вот чемодан, в нём денюжки. Там, пакет, в нём, значит, доллары. Брал, брал. А дальше все эти объяснения насчёт того, что я думал, что там колбаски, а я думал, что там деньги на храм божий, они как-то действительно не производят уже такого впечатления. Ещё раз повторю, на широкую зрительскую массу. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, у нас имеется, может быть, менее, я бы сказала, менее статусное, но, может быть, не менее громкое дело врача-гематолога Елены Миссюриной, которая получила два года колония за, как считает Следственный комитет, являвшийся здесь стороной обвинения, и, соответственно, как согласился с ним суд, за медицинскую манипуляцию, приведшую через некоторое время после этой манипуляции к смерти пациента. Значит, этот приговор вызвал возмущение то, что называется врачебной общественности, и в том числе даже поддержали это возмущение и мэр Москвы, и Леонид Печатников, директор департамента здравоохранения и правительства Москвы. Мы говорили в прошлом выпуске о том, что врачи — это чрезвычайно важная электоральная категория. На их голоса рассчитывают, на их лояльность рассчитывают. Они одновременно довольно часто, особенно руководители врачебных учреждений, являются кандидатами от власти на местных выборах, они избираются в Мосгордуму, они там становятся муниципальными депутатами. То есть они приводят голоса, они сами голосуют, они сами избираются. Поэтому злить их перед выборами чрезвычайно не нужно. Значит, что произошло на прошлой неделе? На прошлой неделе по представлению прокуратуры, которая тут пошла против Следственного комитета, ну, прокуратура традиционно идет против Следственного комитета и пользуется взаимностью, Елена Миссюрина была отпущена под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Обратите внимание, потому что многие люди не понимают, что произошло. Она была освобождена в зале суда. Значит, ничего подобного. После вынесения приговора она была взята под стражу до вступления приговора в силу. Вот это решение о взятии под стражу было отменено. Значит, теперь она ждет вступления своего приговора в силу дома. Приговор оспаривается защитой. То есть еще не закончилось. Дело не закончено, за ним надо продолжать следить. Смотрите, что здесь важно знать, так сказать, простому избирателю? Чрезвычайно плохо в предвыборный период быть, с одной стороны, скажем так, политическим активистом, связанным с какой-нибудь не совсем легальной группой, каким-нибудь вот мальцевцем или каким-нибудь там левым активистом в Питере нехорошо быть, потому что вы попадете под разоблачение какой-нибудь там экстремистской или террористической структуры. Тут, к сожалению, никакого совета мудрого дать нельзя, хотя в социальных сетях, по-моему, как раз на прошлой неделе активно распространялся текст неизвестного мне автора, который призывал очень красноречиво сделать себе обязательно загранпаспорт. Ну, загранпаспорт, ежели все-таки за вами придут, то наличие у вас загранпаспорта будет основанием, по которому будут вас не пускать под подписку, а будут вас держать в СИЗО. Это тоже надо иметь в виду. Но пока до этого дойдет, может быть, действительно, загранпаспорт вам и поможет как-то не довести эту историю до каких-то уж совсем драматических результатов. Поэтому загранпаспорт иметь действующий всегда полезно. Не всегда можно угадать, почему именно вы станете предметом внимания спецслужб, потому что в Питере какие-то несчастные люди, которым пришло ФСБ, и потом требовало от них, чтобы они признали себя террористами, они вообще играли в страйкбол, и исключительно объединяло их это. Поэтому они вряд ли могли предвидеть, что они на самом деле экстремисты. Но, тем не менее, если в кругу ваших знакомых вот что-то такое есть, имейте в виду, что сейчас такое время, когда хочется улучшить свои ведомственные показатели, и, возможно, они будут улучшаться за ваш счет. Если вы одинокий коррупционер или похожи на коррупционера, то тут тоже дело плохо, потому что показательное жертвоприношение перед телевизором это мода предвыборного сезона. С другой стороны... Невозможно не спросить. И все спрашивают, и все завалены этим вопросом. Собственно, то, что происходит в Дагестане, вписывается в то, о чем вы рассказываете? Да, вписывается. Чрезвычайно вписывается. Хорошо. Точнее говоря, что не то, чтобы не вписываться, а что относится к принципиально другой полочке. Если вы человек, относящийся к некой социальной группе, и вас преследуют, то предвыборный период — это тот шанс, когда коллективная солидарность и публичность может вам помочь. То есть, если вы относитесь к социальной группе врачи, не знаю, там учителя, простые люди... Общественно одобряемая какая-то деятельность. Совершенно верно. Общественно одобряемая деятельность, общественно одобряемая группа, наличие некой солидарности. Понимаете, нет социальной группы министры, нет социальной группы губернатора, социальной группы мэра Махачкалы тоже не существует. Там нет никакой солидарности. Там люди только съедают друг друга с максимально возможной скоростью. Поэтому тут нельзя рассчитывать на какую бы то ни было поддержку. Но на самом деле это обнаружилось еще в 2003 году, во время дела Юкса. А социальной группы олигархи тоже не существует, как выяснилось. Потому что если у вас нет солидарности внутри, групповой, то у вас и группы-то нету. А то, что какие-то люди объединяют вас неким термином, это, видимо, ничего не значит. Тем не менее, если вы можете рассчитывать на чью-то поддержку и на публичность, то сейчас хорошее время повозмущаться. И, может быть, воспользовавшись слабостью структур власти, особенно местных, чего-то такого своего добиться. Мне в этом смысле интересно. Интересен мне промежуточный кейс между кейсом одинокого коррупционера и кейсом общественно одобряемого труженика. Это дело режиссера Серебренникова. Которое как будто подвисло. Как будто да. С одной стороны, он явно назначен на роль вот такого плохого богатого человека из Москвы, который брал государственные деньги на какие-то глупости. И даже этих глупостей это не делал, а квартиру себе в Берлине купил. Версия обвинения. С другой стороны, он относится к социально одобряемой группе творческие люди и художники. И в его поддержку высказывается упорно и солидарно большая авторитетная группа с выходом на публичность. Поэтому тут как раз предвыборные возможности, вероятно, будут приводить, повышать предвыборные риски. В случае с Улюкаевым Белых, там никаких возможностей нет. Там одни исключительные риски. Это тоже надо понимать. На этом, кстати, многие гуманно настроенные люди основывают свои надежды, что после выборов там будет амнистия, еще что-нибудь в этом роде. Но, в принципе, при всей жестокости нашей пенитенциарной системы, само уголовное законодательство наше не то чтобы очень людоедское. Если сравнивать его, например, с англосаксонской системой. Сроки у нас небольшие. УДО у нас условно-досрочное освобождение функционирует. Амнистии у нас регулярно проводятся. Это, на самом деле, плохо. Потому что у нас должно быть не амнистии много, а не амнистии часто надо проводить, а оправдательный приговор надо выносить. Которых не бывает намного. Естественно, их вообще не бывает. Поэтому амнистии являются их суррогатом. Тем более суррогатом их является президентское помилование. Но, тем не менее, в общем, тут, что называется, шансы есть. Хотя лучше не попадать. Еще один предвыборный сюжет, который мы в прошлый раз упоминали. И в этот раз немножечко тоже о нем скажем. Хотя он слегка выходит за пределы нашей прямой компетенции. Это история с американскими санкциями, санкциями кремлевским списком. Который в прошлом нашем выпуске буквально свеженький, горяченький, из пылу жару тут был нам принесен. За неделю все его уже изучили. Несколько последовательных скандалов успело по этому поводу произойти. Насчет того, что, как это, царь-то? Ненастоящий. Список ненастоящий. Список подменили. Был настоящий, мудрый, правильный список. Но в самый последний момент его, значит, извлекли и заменили ксероксом из журнала Forbes. И это все какой-то страшный заговор, в котором участвуют российские спецслужбы. И выпуска из телефонной книги. И выпуска из телефонной книги. Заговор, в котором участвуют российские спецслужбы и администрация президента Трампа. А что подтверждает, казалось бы, безумную версию? На самом деле, действительно, беспрецедентное событие, случившееся. А вот когда оно случилось? О нем стало известно на прошлой неделе. Когда оно случилось, есть мнения разные. О чем я говорю? Я говорю о подтвержденном словами нашего президента, посла России в Соединенных Штатах, а также газеты Вашингтон-Пост, одновременном визите глав трех российских спецслужб в Вашингтон. Сделаем паузу на этом месте. Значит, главы Федеральной службы безопасности, главного разведывательного управления и службы внешней разведки летали в Вашингтон. И встречались там с главой ЦРУ и, может быть, с кем-то еще. При этом находясь под санкции лично. А, тут все хитро. Глава ФСБ Бортников не находится под санкциями в Соединенных Штатах, а только в ЕС и Канаде. А он ни в ЕС, ни в Канаде, соответственно, не летал. Но Аришкин под санкциями еще со времен Крыма, он под крымскими санкциями, когда он был спикером Государственной Думы. В новый список он, по-моему, и не попал, что интересно. Значит, из них самые, так сказать, санкционированные это глава групп, главного разведывательного управления. Как бы то ни было, поразительно вообще себе представить, что такие люди одновременно, я не знаю, ни одним самолетом летали, тремя разными, какой-то целый эскадрильный. Кстати, да, это и небезопасно. Вдруг обезглавят сразу все наши спецслужбы. И мы с вами останемся совершенно беззащитными. Ну вот, президенту и вице-президенту Соединенных Штатов, как известно, нельзя в одном помещении находиться, чтобы там не упал на них какой-нибудь теплофон. И Дмитрий Анатольевич не погружался вместе с Владимиром Путиным как-то на подводной лодке. Но вместе они находятся в одном помещении довольно регулярно, даже завтракают вместе и занимаются спортом. Так что наши ничего не опасаются. Так вот, только представьте себе, дорогие радиослушатели, я не знаю, достаточно ли вы изумлены этим фактом, который, еще раз повторю, подтверждается. Это не то, что какие-то там слухи, анонимный телеграм-канал написал. Это официально и некуда. То есть в тот период, когда у нас холодная война, отношения достигли дна и прям забурились в это дно. Часы судного дня переводятся на какие-то там без 15 секунд до полуночи. Отношения все у нас порваны, разорваны. Американскую визу не получишь в городе Москве, прости господи. В это время трое самых вообще специальных людей, ответственных за всю безопасность Российской Федерации, садятся на борзах коней и скачут до Вашингтонского обкома. И так, почему-то таком договариваются. После этого, если мы примем версию политолога Аслонда, который утверждает, что он принимал участие в создании первого правильного списка. После этого первый правильный список заменяется на вышеупомянутый ксерокс из журнала Forbes. А также разъяснение Министерства финансов по поводу санкций, которые были выпущены после этого, говорит о том, что санкций новых нам не надо. И те санкции, которых больше всего опасались, те, которые будут касаться, могли бы касаться внешнего долга нашего, они как-то не вступили ни в какое действие. Да, собственно говоря, этот кремлевский список, он тоже не подразумевает никаких конкретных санкций. Он вообще непонятно, что он подразумевает. Он просто список такой, да. Значит, можно счесть этой выдающейся победы российской, даже уже не дипломатии, как и же дипломатии. Никакого МИДа там не было, никаких послов там тоже не было. А просто вот сами главы спецслужб разбираются со всеми нашими проблемами. Ну, наверное, это здорово, что так вот удалось нам, понимаете ли, как-то продвинуть свою повестку. А с другой стороны, если удалось так много, то в обмен на что, например? Хочется думать, что, наверное, в обмен на какие-то такие вот вещи, которые являются общим интересом всего цивилизованного человечества. Борьбу с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми, глобальным потеплением, бедностью, раком. С сокращением ядерного вооружения, может быть, тоже хорошие вещи. Вот хотелось бы, чтобы так, например. Но тогда это, понимаете ли, дотант, потепление, разрядка и практически новое мышление, а о нем нам пока никто не объявлял. Тем не менее, очень это все интересно и занимательно. Вот такие вот удивительные штуки происходят у нас в период напряженного электорального цикла. С текущими новостями покончили и переходим к вечному, к нашей второй рубрике. Один момент по поводу текущего и не такого вечного. Не отпускают нас. Да, да, да. В прошлый раз, говоря об возможных ответных мерах по поводу выпуска этого самого кремлевского списка, мы говорили, что никаких особенных мер не будет. Сейчас тоже понятно, что их особенных не будет. Но вот очередные поправки закона об информации, СМИ, иностранные агенты и возможность статуса иностранного агента для физического лица, может быть, и как-то там продвинется. Так вот, мы продолжаем следить за всем, о чем мы говорим. Мы никогда ничего просто так не говорим. Мы потом держим руку на пульсе. Подвис после первого чтения, и это поправочка тоже имени Петра Толстого. До 16 января был у них срок подачи поправок к второму чтению. Ни поправок нету, ни срок второго чтения не определено. Пожелаем этой законодательной инициативе... А второе чтение, как мы помним, самое важное при нынешнем формате. Решающее второе чтение, там возможны поправки. Но мы не хотим ни поправок, ни второго чтения вообще. Желаем этой новелли сгинуть в законодательном болоте, пополнить собой так называемые законодательные завалы. Пусть там и лежит. Теперь к нашим словам. Те из вас, кто смотрят нашу YouTube-трансляцию на канале «Эхо Москвы», могут увидеть, что нам после небольшого перерыва вернулась наша замечательная доска. В прошлый раз у нас ее не было, а теперь она вернулась к раше прежнего и изображает она, как мы, по крайней мере, себе представляем. Надеюсь, что зрители согласны с нами также дактовать это изображение. Представляет она собой обобщенную схему законодательного собрания, некого такого конвента. Трибуну, на которой стоящие на трибуне. И те слова, которые, собственно говоря, являются нашими сегодняшними терминами. Мы продолжаем оставаться на букве «Д». Бесконечный, по-моему. Это очень большая буква. Но мы так про каждую говорим, надо сказать. Вообще, на какую букву не возьмешь, столько всего интересного. Просто удивительно. А ничего, там пойдут дальше такие более бедненькие уже буквочки, которых вообще нет никаких терминов, либо их не так уж много. Тем не менее, мы говорили с вами на букву «Д» о демократии. Помним, да? О ее разновидностях и ее перспективах. Сейчас мы хотим с вами поговорить о терминах «депутат». Кто он такой и откуда он взялся. А также о том, что такое делегирование. Скоро и то, и то мы постоянно упоминаем и слышим, как упоминают другие. Совершенно верно. И то, и то чрезвычайно часто употребимые термины, смысл которых полезно было бы разъяснить. Итак, депутаты и делегаты. Делегирование полномочий. Делегируемая демократия. И чем он отличается от всех остальных. Значит, смотрите, тут есть интересный такой момент. Значит, депутат — это избранный член парламента или законодательного собрания. От латинского корня, обозначающего «посланный». Депутация, как мы знаем, есть такое русское слово. Это некая вот группа людей, которые кому-нибудь идут что-нибудь такое ему передать. В английском языке «депьюти», например, это заместитель, как мы знаем. То есть там «депьюти head of something» — замглавы такого-то. Депутат — это заместитель кого? Кто его, собственно говоря, послал? Это тот, кто послан от источника власти. Каким источником власти по нашей, например, российской конституции является... Что он является источником власти? Народ. Многонациональный народ Российской Федерации. Совершенно верно. А депутат его вроде как в некоторой степени заместитель. Интересный момент тут вот какой. В ряде стран члены парламента называются депутатами. В ряде стран члены парламента называются членами парламента. MP, так сказать, members of parliament. А это не просто так. Если в какой-нибудь стране те, кто у них сидят в законодательном собрании, называются членами парламента, то это, скорее всего, и даже совершенно точно, страна относится к англосаксонской системе. Потому что члены парламента — это вот там. А те, которые называются депутатами, это будет, соответственно, не англосаксонская, некая другая система. А страны, наследующие англосаксонской системе права и парламентаризма, работают по так называемой вестминстерской системе. Вестминстер — это, естественно, то место, где заседает британский парламент. Если бы у нас с вами было побольше времени, мы бы с вами поговорили о регламентах, руководящих работой депутатов и членов парламента. Это в высшей степени увлекательная тема о том, какие правила ими, собственно говоря, руководят. А вы выпустите на эту тему видеоблог на ваш канал, Екатерина Шульман. И, я думаю, все, кто нас слушает, с удовольствием его потом посмотрят. Что может быть увлекательнее парламентских регламентов? Боже мой, это просто совершенно захватывающая тема. Чем располагают депутаты? Депутаты в процессе выборов, через которые они прошли, получают что? Мандат. Мандат — это осуществление той части власти, которую им делегирует источник власти, опять же, избиратель. В практически всех странах, в которых вообще существует парламентская система, депутаты обладают неприкосновенностью. Причем есть два вида неприкосновенности. Есть так называемый парламентский индемнитет. Это гарантия непреследования за действия в период исполнения своих обязанностей. То есть нельзя потом депутата судить за то, что он сделал, когда он был депутатом. Не в том смысле, что если он ушел после ментарного заседания и девочку убил. А в том смысле, что он как-нибудь голосовал, высказывался, общался с избирателями. То есть его, собственно, депутатская деятельность не подсудна после окончания его срока. И есть депутатский иммунитет. Это на период исполнения им своих обязанностей защита от любого уголовного преследования. То есть даже если убил девочку? Если убил девочку, значит надо ждать, пока у него мандат кончится. Это не совсем так, конечно же, выглядит. Можно лишить иммунитета. Во-первых, можно лишить иммунитета. У нас даже слишком легко это все делается. По представлению прокуратуры, Государственная Дума со своих коллег снимает иммунитет только так. И это не очень сильно хорошо, поскольку эта святость народного представительства несколько размывает. Парламентский иммунитет очень хорошая штука. Потому что человек избранный должен на этот срок своей избранности действительно быть неприкосновенен для всех других органов власти. Вот когда он, депутат, перестанет быть таковым, вот тогда его и хватаете. А до этого нельзя. Значит, по поводу убитой девочки, конечно же, не так напрямую это выглядит. Если есть ярко выраженное преступление, то, что называется, руки в крови на правовом языке, как это называется, то, в общем, тут даже и парламентский иммунитет перестает действовать. Тем не менее, он есть. Почему это нужно? Потому что депутат в силу самой своей деятельности будет задевать интересы всяких значимых групп и органов власти. И если они смогут в этот период к нему приматываться, они будут тем самым держать Дамоклов меч над его головой и ограничивать, даже не самим преследованием, а угрозой этого преследования, ограничивать его возможности. Значит, теперь по поводу делегирования и чем депутаты отличаются от делегатов. В принципе, этимология этих слов довольно-таки близкая. Делегаты — это тоже посланные, легеры — это избирать, и корень там тот же, который в слове «закон», то есть весь этот куст терминов типа «легальный», «легализация», «леголайз» и прочее — это все от того же латинского корня происходит. Тем не менее, обращали ли вы внимание, дорогие товарищи, для тех из вас, кто помнит времена советской власти, что при советской власти была система Советов, и Верховный Совет был, а депутатов никаких не было. В Верховном Совете были делегаты, и буржуазный парламентаризм назывался в Советском Союзе буржуазным и всячески порицался. Хотя, казалось бы, тоже же были депутаты, и даже выборы были, и были даже и собрания законодательные, которые выглядели чрезвычайно похожими на парламенты. Так вот, например, когда собирались также Генеральные Штаты во Франции в 1789 году, непосредственно перед революцией, ну то есть они не знали, что они собираются непосредственно перед революцией, потом так получилось, там тоже были делегаты, а не депутаты. И что же, в чем разница, мы узнаем как раз после кратких новостей. Все хотят в видеоблог. Придется делать. Ишь. Ишь. 21 час 30 минут в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Премьер-министр Медведев поручил министру образования и губернатору Ростовской области разобраться в причинах конфликта и увольнения преподавателя Таганровского металлургического техникума Виктора Макаренко, который пожаловался главе правительства на низкую зарплату. Ранее СМИ писали о том, что члены педагогического совета во главе с Макаренко потребовали от регионального министерства образования и лично от губернатора объяснить, почему нарушается трудовое законодательство. Авторов обращения возмутил тот факт, что в постановлении власти от 2016 года для педагога предусмотрен размер ставки в размере 8289 рублей. Точно такую же зарплату они получали в 2012 году. В областном министерстве общего и профессионального образования заявили, что Макаренко уволили не за письмо Медведеву, а за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме. О каких конкретно проступках идет речь, в ведомстве не уточнили. В Туве полиция задержала сирот, которые переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в знак протеста против того, что чиновники не дают им положенное по закону жилье. Была задержана также Юма Адангак, возглавляющая штаб Ксении Собчак в Туве. Она сообщила изданию «Тайга.Инфо», что всех допросили и задержали на 48 часов. Всего в акции протеста приняло участие около 25 человек. Чиновники предложили сиротам снимать жилье за их же счет, а уполномоченная по правам человека в Туве Ольга Русова предупредила участников акции, что они нарушают закон. Все кандидаты на пост президента России, сдавшие в Центрозбирком подписи в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки и будут допущены к выборам. Об этом сообщает рабочая группа ЦИК. Таким образом, в бюллетене на выборах главы государства, по данным на текущий момент, будут значиться 8 фамилий. Как отметила глава Центрозбиркома Элла Памфилова, по итогам проверки меньше всего подписей забраковано у Путина, меньше и менее 1%. За всем следуют Явлинский, Собчак, Бабурин, Сурайкин и Титов. Курсанты Академии гражданской защиты МЧС впервые за последние 16 лет не попали в список участников парада 9 мая на Красной площади, составленной Министерством обороны. Официальные причины не уточняются, сообщает РБК. Между тем, ранее газета «Известия» писала, что Министерство обороны наказало курсантов МЧС за то, что они приняли участие во флэшмобе в поддержку ульяновских курсантов и записали свою видеоверсию клипа на песню «Сатисфэкшн». Художник Вася Ложкин сказал, что приветствовал бы исключение своей картины «Великая прекрасная Россия» из списка экстремистских материалов. Он добавил, что давно подарил ее, но не помнит кому. Ранее сообщалось, что Совет по правам человека при президенте обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу картины Ложкина, которая в 2016 году была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Как отмечают в СПЧ, к рассмотрению дела не привлекались специалисты, не проводилась искусствоведческая экспертиза, не был учтен сатирический характер полотна, которые не пропагандируют, а наоборот высмеивают бытовой национализм и ксенофобию. Этой ночью в Москве 14-16 градусов мороза, завтра днем до минус 10, переменная облачность, местами небольшой снег. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы». По ютубу выглядело так, как будто я вам выпить предлагаю. Очень забавно. Так, ну есть ли у вас этот стихотворение? У нас же стихи, сейчас будут стихи. Значит, Некрасов Николай Алексеевич, стихи про делегирование и про, соответственно, да, избрание всеобщим решением. Отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» про Ермилу Гирина, который, небольшая предыстория, состоял сначала писарем в конторе и потом приобрел чрезвычайную популярность среди своих соплеменников, своей честностью и компетентностью. Наш Ермила писарем в конторе состоял. Лет 20 было малому. Какая воля писарю? Однако для крестьянина и писарь человек. К нему подходишь к первому, а он и посоветует, и справку наведет. Где хватит силы выручит, не спросит благодарности, а дашь так не возьмет. Худую совесть надобно крестьянину с крестьянина копейку вымогать. Таким путем вся вотчина в пять лет Ермилу Гирину узнала хорошо, а тут его и выгнали. Жалели крепко Гирина, трудненько было к новому хапуге привыкать. Однако делать нечего, по времени приладились и к новому писцу. Тот ни строки без трешника, ни слова без семишника, прожженный из кутейников, ему и бог велел. Однако волей божией недолго он поцарствовал. Скончался старый князь, приехал князь молоденький, прогнал того полковника, прогнал его помощника, контору всю прогнал. А нам велел из вотчины бурмистра изобрать. Но мы недолго думали, шесть тысяч душ всей вотчиной кричим. Ермилу Гирина, как человек един, зовут Ермилу к барину. Поговорив с крестьянином с балкона, князь кричит. Ну, братцы, быть по-вашему, моей печатью княжеской ваш выбор утвержден. Мужик проворный, грамотный, одно скажу, не молот ли? А мы нужды нет, батюшка, и молот да умен. Пошел Ермила царствовать над всей княжой водчиной, и царствовал же он. Семь лет мирской копеечки под ноготь не зажал. Семь лет не тронул правого, не попустил виновному, душой не покривил. Вот. Значит, что мы тут видим? Делегирование полномочий. Князь, водчина, бурмистр, выборы, единогласность, репутация. 21.35, мы продолжаем. И для тех, кто не смотрит нас на ютубе, на канале «Эх Москвы», сообщу, что Екатерина прочитала замечательное совершенно стихотворение. Фрагмент из поэмы. Фрагмент из поэмы. А вы в школе уже не проходили «Кому на Руси жить хорошо», нет? Проходили, конечно. Просто я, так сказать, не помню, к какому именно формату относится данное произведение. Так вот, и там прекрасно донесена суть делегирования, о котором мы продолжаем говорить. И сейчас вам, Екатерина, объяснит, чем же отличается оно. Итак, суть одна и та же. И там, и там происходит делегирование полномочий, перепоручение некой власти, которая исходит от избирателя к избираемому. И то, и другое есть форма репрезентативной демократии. То есть демократии через представителей. Тем не менее, есть и различия. В случае с депутатами идет избрание посредством некой описанной в законе процедуры. Депутаты избираются обычно от партий, либо в качестве, то, что у нас называется одномандатники, в качестве отдельных кандидатов. Они представляют некую политическую платформу. Их выбирают на определенный срок. Избираются они избирателями в том смысле, что всеми избирателями, которые на определенной территории зарегистрированы. С другой стороны, делегат не проходит избирательную кампанию. Он выбирается единомоментно неким общим собранием. Обычно делегаты делегируются от какой-то группы, от трудового коллектива, от кого-нибудь там еще. То есть они не представляют политические партии. В определенном смысле делегирование это более примитивный способ, чем избрание. Хотя и то, и то, в общем, есть формы избрания. Поэтому наиболее, так сказать, памятная нам исторически форма делегируемой демократии это советы. Кто еще помнит, что это такое? Советы народных, крестьянских и солдатских, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вот там были делегаты, а никакие не депутаты. Когда начинается делегирование, то обычно происходит делегирование от групп. Еще раз повторю, от трудового коллектива, от врачей, от спортсменов, от рабочих, от крестьян. Когда начинается такая история, если она в рамках, так скажем, не всей страны, а как-нибудь ситуативно, то это нормально. Провели вы собрание и вызвали какого-нибудь делегата от своего собрания жильцов, который пойдет от вас в префектуру, отстаивать ваши интересы. Делегирование разово. Но если это происходит по всей стране и заменяется этим нормальная парламентская процедура, то вслед за выделением тех групп, которые делегируют, обязательно начнется у вас исключение тех групп, которые делегировать не могут. Поэтому, когда у нас советская система, то есть система советов устанавливалась, а это, как мы помним, сейчас уже не помним, но тем не менее, это мыслилось как вообще новый этап развития политической жизни, как новая демократия, недоступная всякой буржуазии, которая напрямую вовлечет гражданина в процесс управления, и тут и настанет искомый, собственно говоря, коммунизм. Но немедленно, одновременно с этим, при том, что советская власть у нас, как нам говорят, и, собственно, мы с вами тоже об этом говорили, сняла цензы избирательные, она дала право женщинам, она имущественные цензы, значит, сняла национальные ограничения, она немедленно ввела другие. То есть она образовала некие категории лишенцев, которые не могли у нас выдвигать этих самых делегатов. Их там было довольно много. Это были представители всяких неправильных, нехороших слоев населения, священники, частные предприниматели, то, что у нас сейчас называется, представители дворянства, какие-то там почему-то, что, по-моему, довольно избыточно по закону 1918 года, еще и члены семьи и родственники Романовых, хотя уж они, наверное, тоже относятся к дворянству. В общем, еще раз, депутаты, они бывают от, с одной стороны, от партий, представляют они обычно какую-то политическую силу и выбираются всеми, у кого есть право избирательное. Делегаты делегируются обычно для какой-то разовой акции на, так сказать, низовом и местном уровне, это нормальная практика, но переводить ее на уровень общенародный довольно-таки опасно, потому что представительство групповое — это опасная вещь. И так образуются группы интересов, которые проводят своих депутатов. Но не очень хорошо, когда у нас с вами сидят в парламенте представители от Качих, Паварих и Свати Бабарих по отдельности. Это разрушает гражданскую нацию, которая должна по возможности быть единой. Она и так будет, это наша с вами гражданская нация, все равно по интересам группироваться. Это нормально. Но не надо этого дела, ну, скажем так, не надо. Но опасно это дело в законе каким-то образом прописывать. Для чего мы, собственно говоря, сейчас эти опасности таким образом расписываем? Потому что вот эта вот самая делегативная демократия — это довольно модное нынешнее направление. Если вы почитаете всяких, ну, в основном, конечно, левую мысль и левую публицистику, вы там увидите многочисленные претензии к парламентской демократии, понятно, кто ее, бедняжку, не ругал. И мысли на тему того, что давайте вот мы лучше, чем выбирать этих самых депутатов, которые... Какая претензия? Для того, чтобы пройти избирательную кампанию, нужны деньги, нужно время, нужен ресурс. Поэтому только члены правящих классов способны избраться депутатами. А мы, бедные граждане, вынуждены выбирать либо одного представителя элиты, либо другого. Она стошнит от элит. Мы хотим своего народного советского этого самого делегата. А поэтому давайте как-нибудь будем делегировать людей напрямую. Все это подсаживается довольно хорошо на новые информационные технологии. И случалось мне читать рассуждение о том, как блокчейн, преснопамятный... И сюда его. Да. Поскольку он фиксирует все транзакции, и там невозможны фальсификации, приписки и подделки, вот именно посредством блокчейна животворящего установится у нас, установится эта самая делегативная демократия. Я в блокчейне не понимаю, честно скажу вам. А, но это то, что облачная демократия еще называют. Это вот она только с помощью блокчейна? С помощью блокчейна будет обеспечиваться ее необычайная честность и прозрачность. Опять же, как я понимаю, мне трудно судить, насколько это все разумно, насколько это все похоже на разговор. А вот теперь, когда у нас есть радио, мы по радио будем проводить государственное управление. Дальше, как у Ильфа и Петрова, радио есть, а счастья нет. Да, может, это ерунда все. Это надо спросить того, кто понимает в блокчейне. Или автор книги «Облачная демократия» Леонид Волкова. Волков и Крашенинников. Напомню, два екатеринбуржских активиста в свое время написали эту действительно очень интересную книгу. Я ее в своей кандидатской диссертации цитировала. Потому что это все действительно какие-то новые горизонты, которые открывают перед нами информационные технологии. А главное дело же не в технологиях как таковых, а дело в желании людей участвовать в делах управления. И в нежелании их делегировать все возможные полномочия действительно некоему достаточно изолированному классу, который может себе позволить баллотироваться куда-нибудь. Поэтому доступ к механизму принятия решений, конечно, люди хотят получить. Но когда, не то чтобы под этим предлогом, а на этой волне начинают какие-то пробуждаться старые марксистские идеи и хотят их воплощать в жизнь, то это вызывает у нас, пожилых людей, помнящих воплощение в жизнь марксистских идей, некоторые опасения. Хотя, конечно, все равно интересно на это дело поглядеть. Надеюсь, все поняли разницу, потому что вот многие начали возмущаться, что, мол, были депутаты, а они назывались депутатами, а были по факту делегатами, как я вам и объяснила. В генеральных штатах были такие делегаты, а депутаты были потом в конвенте. Переходим к нашей следующей рубрике. Не так уж много времени у нас на нынешнего нашего отца, но то, что мы до этого говорили, имеет непосредственное к нему отношение. Отец наш сегодня — это Эдмунд Бёрк. Британский, британо-ирландский, я бы сказала. Мыслитель, публицист, депутат. Член парламента, как это называется, согласно висминтерской системе. Реформатор в своем роде, сторонник не то чтобы независимости американских колоний, но сторонник, скажем так, наделения их большими правами, как казалось, был прав, потому что сопротивление страны. Потому что они взяли их сами. Метрополии, да, привело к тому, что они откололись окончательно. А также человек, который чрезвычайно много сделал для так называемого импичмента Гастингса. Была там такая история, когда главу Уст-Индийской компании, то есть фактического генерал-губернатора Индии, иначе подвергли импичменту за те безобразия, которые он в Индии вытворял. Соответственно, идея Беркса стояла в том, что нечего ссылаться на местный колорит и говорить, что с ними иначе нельзя, они типа дикари. А не надо безобразничать, а также в особенности обирать местное население и вести себя там нехорошо. Считается одним из отцов британского консерватизма. Прославился памфлетом о французской революции. Вам не кажется, что у нас эта фраза повторяется чрезвычайно часто в наших выпусках? Да, действительно, французская революция была ключевым событием века, и даже, я бы сказала, двух веков, которое дало толчок активному развитию европейской мысли в самых разных направлениях. У нас были другие люди, которые в наших предыдущих выпусках, которые тоже писали памфлеты по поводу французской революции. Была Мэри Уолстонкрафт, помним, да? Протофеминистка, оправдание прав женщины. Был Томас Пейн, депутат двух законодательных собраний, двух стран, гражданином которых он не являлся. Во втором его чуть не уморили, напомним. Который написал памфлет «Права человека». Собственно говоря, оба эти памфлета являлись ответом на памфлеты Эдмунда Бёрка «Размышления о французской революции». Соответственно, они писали там вот эти всякие памфлеты, а дальше они друг друга расшаривали и лайкали со страшной силой. И у них было много-много просмотров. И это была просто валюта того времени. Не говоря уж о том, что памфлеты еще и продавались за денежку и печатались какими-то безумными совершенно тиражами, учитывая, что не так много было и грамотных. Почему у нас Эдмунд Бёрк консерватор и в какую сторону был его консерватизм? Он был депутатом от парламента, от партии консервативной, соответственно, Ториум. Но в рамках этой самой партии он рассорился с другим выдающимся членом этой партии Фоксом. Сидели они вдвоем на одной скамейке, были жуткими друзьями, а потом поругались по принципиальным вопросам. Когда Бёрк совсем уже умирал, Фокс прислал к нему, можно сказать, делегацию. Ну, не делегацию, но, в общем, письмо прислал, что, типа, не хочет ли он помириться. Тот ему ответил через жену, тоже чрезвычайно трогательным посланием о том, что память об их дружбе он несет с собой в могилу. Но поскольку те принципиальные вопросы, по поводу которых они разошлись, остаются для него принципиальными, то встречаться не будет. Истина дороже. Так вот и умер. В чем состоял консерватизм Бёрка и почему, чем ему не понравилась французская революция? Значит, сначала она ему понравилась. Как мы уже тут говорили, в Англии она сначала понравилась почти всем. Потому что Англия себя считала страной свободы, а Францию она считала обителью монархии, авторитаризма, мракобесия, всевластия католической церкви и всяческого безобразия. Поэтому, когда французы против всего этого дела возмутились, англичане очень обрадовались и решили, что у них что-то произошло похожее на славную революцию, которая до этого произошла в Англии, когда они, значит, там одного короля прогнали из династии Стюартов, а другого тоже Стюарта, но, в общем, дальнего родственника и гораздо более умеренного призвали. Славная революция была славной почему? Потому что она была мирной, она была, ну, не то чтобы особенно общенародной, но более-менее поддержанной общественным мнением и привела к самым лучшим последствиям, то есть к отдалению той страшной перспективы авторитарной королевской власти, которую англичане так боятся. Французская революция началась тоже с того же самого хорошего и замечательного, но потом, как у нас принято выражаться, что-то пошло не так. Вот после этого Эдмунд Бёрк и написал свой знаменитый консервативный манифест. Значит, Эдмунд Бёрк не верил в права человека. Скажем о нем сразу самое плохое. Вот Томас Пейн, который написал, собственно, памфлет «Права человека», он, наоборот, верил. Идея прав человека произошла от... Ну, произошла она много от кого, но в то время символом этого идеологического направления был Жан-Жак Руссо, о котором тоже нам надо будет с вами рассказать. Бёрк считал, что никаких неотъемлемых прав у человека нету, которые присущи ему от природы. А от природы никому ничего не присуще. А есть некий уклад общественный, который предполагает, что вот это вот нормально, а вот это ненормально. То есть считал он социальную норму, точнее говоря, вот эту самую норму он считал социальным конструктом, что, конечно, имеет под собой ряд оснований. Поэтому, говорил он, наиболее лучшей, скажем так, наиболее эффективной доктриной защиты прав человека является как раз консерватизм. Потому что если у вас принято так, а не иначе, то насильственный слом этого принятого, он будет у вас нарушением ваших прав. А поддержание его и медленный прогресс будет у вас как раз в пользу. Не революция, а эволюция. Не революция, а эволюция. Но все консерваторы это более-менее говорят. Ещё раз повторю, это тот человек, который боролся за права колонии, как вообще не знаю кто. Странное было время. Время было паразитное совершенно. Это не то, что какой-то абскурант, который говорил, да вот вам только волю дай, вы тут всех повесите, как во Франции. Хотя будет как во Франции. Да, вообще, кстати говоря, что интересно, по-моему, общественная мысль в Англии кипела по поводу французских дел активнее, чем общественная мысль во Франции. В Франции немножко не до того было. Они занимались практической революцией. Может быть, полезно какой-нибудь одной стране смотреть на другую, ни в чём на неё не похожую, и спорить, а вот смотрите, как у них, а давайте тоже сделаем, как у них. А другие будут говорить, нет, не дай бог, давайте всё сделаем, чтобы этого не произошло. У них не произойдёт ничего подобного. Майдана в Лондоне не случится. И, в общем, даже тогда было более-менее понятно, что не к этому идёт. Но от самих этих разговоров, казалось бы, бессмысленных, у них произошло много их собственных позитивных последствий. И осмысления. И осмысления. И мысли насчёт того, как нам всё-таки, может быть, заранее подстелить соломки, чтобы у нас до такого тоже не дошло. Похожая ситуация была возможна и с русской революцией 1917 года. Наибольшую пользу она принесла тем, кто смотрел на неё из-за рубежа и думал, боже мой, смотрите, ещё эти русские вытворяют. Как бы нам так устроить, чтобы у нас такого не случилось? И, действительно, многие из тех движений в сторону трудовых прав, эмансипации женщин, эмансипации рабочих, преодоление социального неравенства, которые произошли в Европе и в Соединённых Штатах, они, может быть, обязаны тому примеру, который подала им революционная Россия. Так вот, революционная Франция тоже подала много интересных примеров Великобритании, которая смотрела на неё чрезвычайно внимательно. И заключительная рубрика нашей передачи сейчас будет. Куда же тянется? Смотрите, щёлкать даже этой ручкой. Собственно, напомню всем слушателям, потому что много вопросов во время передачи приходит. Что вопросы во время передачи я не беру для Екатерины, я беру их заранее. Вы можете в день передачи оставлять на нашем сайте HMSK.ru или в наших соцсетях под соответствующими постами Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Ваши вопросы. Я отбираю три из них. О них Екатерина ничего не знает. Для неё это шок. Иногда. Иногда нет. И сейчас, собственно, я задам вам первый вопрос, который очень близок к той теме, которую мы сегодня обсуждали, но не совсем. Можете ли вы, спрашивает Польцель Флокин, посоветовать какие-либо другие хорошие системы классификации политического спектра, кроме одномерного левый центр и правый? Хороший вопрос. И нужно ли вообще это, добавлю я от себя? С одной стороны, лево-правая дихотомия, она как бы вросла в нашу систему европейской мысли, и трудно от неё полностью избавиться. Если вы посмотрите вот эту нашу замечательную картину, то она как раз представляет собой обобщённое изображение французского конвента, то есть французского революционного парламента. Наши нынешние термины левые, правые и как-то там это называлось болото, а соответственно у нас это называется центристы, они обязаны своим происхождением именно конвенту. То есть там слева сидели якобинцы, справа сидели те, кто там склонялись больше к революционной стороне, хотя к ней склоняться было всё опаснее и опаснее по мере развития революционных событий, но тем не менее более консервативные граждане сидели справа, а слева сидели революционеры. Соответственно, с тех пор так мы и разделяем наш политический спектр. В американских терминах, да, республиканцев и демократов, там консерваторов и либералов. Это немножко другие вещи, но тем не менее тоже близкие. Почему тут возникают всякие путаницы и сложности? Почему начинаются какие-то новые термины типа alt-right, там альтернативные правые, новые правые, новые левые? Почему левые и правые сдвигаются друг с другом на краю спектра? Почему это всё происходит? Потому что большие идеологические партии наследия XIX века, партии с программой на все случаи жизни, которые могли бы легко определяться как правые или левые, или скорее левые, или скорее правые, склоняющиеся к центру, они немножко у нас действительно уходят в прошлое. Заменяются они чем? Они заменяются некими группами по интересам, я бы сказала. То есть это может быть и старая партия, которая для того, чтобы удержаться на плаву и привлечь внимание избирателей, берёт себе какой-нибудь кейс, который является для избирателей актуальным, там, миграцию, или, там, не знаю, легализацию марихуаны, или ещё что-нибудь в этом роде, и вокруг него строит свою, там, например, избирательную кампанию. Или вот несколько таких актуальных положений, они, значит, вот поднимаются на знамя, как это называется. Не то, чтобы этого раньше не было. Просто программы, вот именно такие обширные программы, они всё меньше и меньше людей стали интересовать, а эти самые кейсы интересуют их всё больше и больше. Поэтому лево-правое развлечение, оно как-то размывается. Какие другие есть, какие есть другие системы? Ну, смотрите, есть консерваторы и либералы, например. Да тоже, мне кажется. С этим тоже немножко смутно, потому что как его определить? Все вы, наверное, проходили в сети всякие тесты на тему определить себя на политическом спектре. Там что с вами делают-то? Вам же там не череп измеряют, да? Вам задают ряд вопросов. Или представляют вам ряд ситуаций. Вы там, например, если бы там вы увидали, там, не знаю, что там вы увидали, в окне голову мужика, взмутились бы вы или, наоборот, значит, порадовались. Есть некоторый ряд проблем, которые, как считается, разделяют непреодолимые преграды этот самый спектр. В Америке, например, отношение к абортам. В России это не будет такой проблемой. Отношение к мигрантам. Ну да, обычно да. Разрешение запрещения ношения оружия. Отношение к смертной казни. Ужесточение законодательства или там уменьшение уголовной ответственности. Какие-то такого рода вещи. Но, понимаете, каждый конкретный человек и даже каждый конкретный политик может себе из этих множества фишечек, как из лего, слепить практически любой свой портрет. Поэтому, конечно, происходит вот это самое размытие границ. Последнее, что скажу. Что посоветовать человеку, который хочет определиться или самоопределиться, но не знает, каким образом. Полезно смотреть вот на что. Ваш кандидат или вы сами в принципе за... Ну, опять же, в российских условиях это полезный признак. Он за... Вот совсем сейчас грубо говорю. Больше государства или за меньше государства? Он за то, чтобы было больше регулирования. Наказания были более жесткими. У государства было больше полномочий в экономике, в политике, в определении, не знаю, культурной и личной жизни людей. Или меньше. Вот эта вот шкала больше вам скажет, чем левизна и провизна, как ее понимали во времена монтанеров и жирандистов. Вот на это вот смотрите. И себя постарайтесь тоже позиционировать относительно этого. Вы больше за свободу и самоуправление? Или вы больше за регулирование и... Правила. И правила, да. Вот это вот будет... Опять же, называйте это консерватизмом. Может быть, в наших условиях это надо называть, наоборот, радикальным реформаторством. Я же не знаю. Но это вот некая там условная либеральность и этатизм. Да, этатизм — это моление на государство. Вот мне кажется, что разделение происходит скорее по каким-то таким признакам. Понятно. Тогда на минуту вопрос буквально. Алекс Три спрашивает. Все много говорят о необходимости создания независимых судов. Но никто не говорит, как это сделать. Сможете рассказать, как это возможно сделать в текущих условиях? Я не знаю, как сделать. Я знаю, у кого спросить. Есть люди, которые занимаются этим профильно и профессионально. Есть Институт проблем правоприменения в Петербурге. Есть люди, которые пишут предложения для, в частности, Центра стратегических разработок. И там есть всякие замечательные совершенно вещи, которые должны, по крайней мере, настолько это возможно в современных политических условиях, усилить независимость судов. У меня нет своего собственного мнения на этот счет. Я разные мнения слышала и читала. По поводу, например, выборности судей. По поводу их полномочий, сужения их или, наоборот, расширения. Но это очень специфическая сфера, которая не моя. Что я могу сказать точно? Чего нам с вами необходимо? Нам с вами необходима реформа ФСИН, реформа пенитенциарной системы. Нам с вами необходима разгрузка тюрем. Нам необходимо прекращение потока посадок по самым народным статьям мошенничества и все, что связано с наркотиками. В этой сфере нам нужно все это дело реформировать. И методы пенитенциарной системы должны быть изменены. Это необходимо по экономическим, демографическим, нравственным и политическим причинам. Это точно знаю. Уважаемые слушатели, нашли наконец-то чего-то, чего не знает Екатерина Шульман. Ура, отметим красным этот день в календаре. И последний вопрос буквально на 40 секунд. Чем объяснить, спрашивает Александр Казаров, что большинство кандидатов в президенты в России по факту начали активную агитацию меньше, чем за полгода до выборов. Это так и должно быть или это что-то неправильное? А тот, кто начал больше, чем за год до выборов свою агитацию кандидатом и не стал. Вот какая удивительная парадоксальная ситуация. В нашем положении надо удивляться тому, что кандидаты вообще соглашаются быть кандидатами. Им, судя по всему, какие-то очень не уговаривать их понадобилось и что-то им обещать хорошее за то, что они поучаствуют в этом малоприятном представлении. И то, что они вообще ведут какую-то агитацию. Довольно трудно человека заставить заниматься тем, что называется у карточных гадалок, пустыми хлопотами. Но все-таки, когда уж настолько понятно, что это ни к чему не приведет, трудно в себе энтузиазм какой-то по этому поводу разогнать. Есть люди, которые могут на таком вот самоподводе как-то все-таки бегать, но затруднительно это. Все-таки мы, люди существа разумные, ищем смысла какого-то целеполагания такого, связанного с реальностью, а не совсем уж чтобы это было, как это называется, в пользу бедных. Спасибо большое. Это была программа «Статус» Екатерина Шульман. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Так, мы почти не выйдем. Почти не выйдем. На две секунды вылетелись. Но это не серьезно. Ну что, зоску оставим нашу распрекрасную? Здесь. Да, потому что она украшает и дальше. Сейчас спросили, а почему у Путина такая голова? А я это увидел, что... Это же человек выступает перед законодательным собранием. Путина должен резко поделать. Как-то. Послание. Послание он перед всеми выступает сразу, и там не только законодательное собрание. А это именно статистический парламент. А в этом числе не будет. Это не оценный депутат. Палка-палка. А может... Можете опять... Давай. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа Эха. По будням в 6 часов вечера. До 6.30 максимум. До 6.30? Да, до 6.30 максимум. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со сном. Для нас и до 20 часов вечера. Можете не забегаться. 4 часа качества этого урока мы обеспечим. Сейчас. Все впихнем. Михаила Кузьичева. 5 часа качества. 6 часа качества. 6 часа качества. 7 часа качества. 8 часа качества. 10 часа качества. Продолжение следует...